Как говорят дети в Костка мы получили вот такой йогурт. Начинаем наш эксперимент. Он просто убивает йогурт со страшной силой. Как говорится на вкус и цвет товарища нет. Отличный был. Всем привет вы на канале Наша жизнь в Америке и сегодня у нас будет вот такой продуктовый пробочно-распробовочный. Влог. Да, можно использовать, но еще надо. Сейчас у детей будут закрыты глаза, я буду давать пробовать им по одной ложечке и они будут говорить какой-то вкус. Отличная идея. Достал три йогурта. Клубничный, персиковый, отцвечивает почему-то все время и блюбери, то есть можно сказать черничный, можно сказать с голубикой. Сейчас я их болтаю, дети закрывают глаза, я даю им пробовать и они определяют на вкус. Посмотрим, как они определяют. Я думаю, я все получил правильно. Кто получит правильное, тот получит какой-нибудь супер-приз. Так, в общем йогурты открыты. Вы даже по цвету можете видеть, что я кому сейчас буду давать. И начинаем наш эксперимент. Так, первый Катарина. Открывай ротик. Не бойся. Страубери. Страубери. Полный фейл. Минус один, запоминай. Это страубери. Страубери. Давай еще раз попробуем. Соберись. Аккуратно. Сейчас. Внимательно. Тихонько так подержи в ротике. Покрути, помути. Подумай. Не закрывайся, а то тебя не видно. Ну, думай. Я сейчас даю Антоше пробовать. Пить. Там было три вкуса. Клубника, персик. Давай, Антоша, открывай ротик. И черника. О, это 100% питч. Да, это питч. Все. У тебя питч? Да, у меня питч. Так. О, ну хорошая. Можно еще? Красавчик. Ну, я хочу сказать, что по йогурту больше специалист может быть Антоша, потому что он Катаринка йогурты недавно кушать начал. Катаринка, открывай ротик. Почему? Я не знаю. Открывай. Это страубери. У тебя прошлый был страубери и это страубери. Я не знаю. Давай, соберись, Катаринка. Давай, открывай рот. Антон, открывай рот. Осторожно, у тебя на руке, ты что не чувствуешь? У меня есть соус. Да, можно. Это страубери. Давай. Мой первый был питч. Твой первый был питч? Так, Антоша. Я думаю, это страубери. Думаешь, это страубери, да? Я на пену почем не почем. Окей, вот этот блубери. Так, а у тебя, Катаринка, какой? Открывай рот. Типа три на три. Я думаю, три на три. Не прячься в доме. Мы тебя видим. Как ты думаешь, какой это? Окей. Я думаю, первое, самое первое, это питч. Ну, давай, я тебе еще раз дам. Даю тебе вот такой. Открывай ротик. Так. Антоше даю вот такой. У кого какой? Я не могу. Хорошо, думайте. Даю вам другой. Нет, я думаю, это страубери. Так, даю вот такой. Открывай, вот такой вот даю. Открывай, Катаринка, коротик. Так. Так. Даю вот такой. И даю. А ты бренды не смешаешь? У меня вот этот питч. И даю вот такой. Давай, Антоша. Так. Я не знаю, что оно это. Я конфьюзда. Конфьюз? А ты бренды не смешаешь? Это никакой тейс. Типа, ты смешаешь. Ну, открывайте глаза. А ты смешал? Короче, победила команда синей майки. Три-ноль. Сегодня, Катарина, ты не выиграла. Я не понимаю. Вот ты смешал. На последний ты смешал, да? Нет, я вам давал последний раз всем одинаковые. В общем, Антоша определил четко. Все. Абсолютно все угадал. Но ты, зайка, не угадал. Никакие. Никакие. А где нам можно такие делать? На своем деле. В общем, я хочу прояснить, так сказать, прояснить ситуацию, почему в этом, так сказать, челлендже у нас чемпион оказался Антон. Потому что... Я начала кушать йогурт в этом году. Буквально, может быть, Катаринка йогурты кушает, но... Я только штробия кушаю. Ты кушаешь диамус. Я кушаю все. Катаринка ест йогурт совсем мало. Может, буквально 2-3 месяца. И в основном только клубничное она кушает. И она просто пока не специалист по вкусу. А Антоша йогурты кушает у нас прямо начиная с Белоруссии. Он еще там их начал трескать. Вот. И, в общем, как вы видите, он угадал все три вкуса четко. Мне вот этот, скорее всего, больше всего нравится. Больше всего перец. Возьми, Катаринка, попробуй. Вот, смотри, вот клубничный. Вот черничный. Пробуй. Я чувствую, как будто ты на последнем смешал. Ну, попробуй. Не-не, не смешал тоже. Попробуй вот эти два. Ты этому не давал. Все давал, зайка. И черничку попробуй. Пожди. Понял. На последний раз. Я тебе последний даже дал с ягодкой, с маленькой, чтобы ты поняла. Они все имеют ягодки. Типа я старался по ягодкам. Все с кусочками, да? Ну, этот йогурт очень вкусный. Вот эти они... По-моему, ягодки похожие они. Да? Ну, какой тебе больше нравится, Катарина? Стравбери. Стравбери. А вот этот, ты пробовала? Попробуй. А персиковый? Попробую. Попробуй, Антош. Ну, попробуй у него. Антош, дай попробовать, Катарине. Эй! Нет! Да. Бери, бери, там с кусочком персика очень вкусный. Нет. Нет? Клубничный. А вообще, Антош, у тебя какой самый любимый? Не был вот этот. Не из этих вообще в жизни. Вкус? Йогурта. Ва? Ванильный. Ванильный. Да, я. И что интересно, что ванильный йогурт дороже всех других йогуртов и не всегда бывает в магазинах. И в Сэмс Клабе он не продается. В Костках. Зай, в больших банках йогурт вообще не продается в Костках. Он продается в двухпаундовых таких, но без вкуса. Вот. А такие вот по паунду, вернее, в пяти или трехпаундовых, большие, как сметана, сколько там? Три паунда, да? Наверное, я не сметана. Да, в Костках йогурт по три паунда. А вот этот вот клубничный мы берем два паунда. Да? Стакан, зай. В Сэмс Клабе. Да, на два паунда и в Костках таких нету. В Сэмс Клабе только клубничный. А вот если хочешь ванильный, то надо идти либо в Walmart, либо Smart and Final, либо там, я не знаю, Target, либо какой-то другой магазин. А вот он просто убивает йогурт и со страшной силой. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Лайк обязательно, для того, чтобы мы видели, что вам это видео понравилось, чтобы мы знали, стоит нам делать новое или просто все съесть, не пробовать и не рассказывать. Вы были на канале Наши жизнь в Америке. Я Слайк. До встречи в интернете, увидимся в новом видео. Бай-бай.